Всем привет! Это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. Снятое две недели назад видео на моем канале набралось за две недели 10 тысяч просмотров. И поэтому я, разумеется, буду снимать, буду стараться снимать свои видео более качественными. Меламиновая губка. Все женщины, девушки показывают ее и говорят, вот кухня, кухня, кухня. Я, может быть, какая-то неправильная хозяйка, но единственное нормальное применение меламиновой губки я нашла, чтобы чистить внутренности у чехлов для телефонов, планшетов и так далее. Вот с этим она справляется супер. Я даже сейчас вообще не постесняюсь и просто покажу, как она... У меня здесь есть огрызочек. Сори. Вот. Представьте, что здесь насыпана, не знаю, мука и прочее, прочее. Потом вы берете ее вот так вот, хоп и хоп. Вот. Мне кажется, что это единственное адекватное применение меламиновой губки. Вот. Если что не так, простите, конечно, но мне кажется, что вот это вот нечто такое очень, не знаю, хрупкое и очень такое вообще какое-то несерьезное. Ну, в общем, я... Напишите, пожалуйста, в комментариях, что делаете с меламиновыми губками вы, потому что я вот, не знаю, первый раз в жизни столкнулась с этим. И вот единственное применение, которое я для нее нашла. Ну, а теперь, как бы, пора перейти к покупочкам из фикс-прайса. Посмотрите, что я купила. Вот. Вот такая вот стружка. Сори. Вот такая вот стружечка. Ее можно рассыпать, не знаю, для того, чтобы сделать фотки для Инстаграма. Там еще есть какая-то каменная крошка, еще есть какая-то ракушечка. Цветов фиолетовое, зеленое и прочее. Ну, я взяла такую прямо стружку-стружку, как солому. Ну, и, в общем, подписывайтесь на мой Инстаграм, чтобы видеть, как я вообще ее использую и что я делаю. И у нас, кстати, пополнилась коллекция Сакура. Там появилось очень много всяких вазочки в форме девушек, там, в кимоно. Появились еще палочки, в общем, всякие разные. Появились разные тарелки. В общем, коллекция становится больше. Так, что еще интересного? Бьюти. Вот такая штучка, стопок не. Это я беру не си. И еще купила вот такой гель и гель скраб. Гель скраб, он такой гелеобразный. Если нанести на руку, то будет пениться без воды. И просто гель. Они очень приятно пахнут, но больше это такая мужская версия. Сори за мою простуду, я уже выхожу из нее очень скоро. Тебе. Ну и как бы я не буду углубляться в тему, кому я беру. Ну, в общем, потому что как бы моя личная жизнь, она остается за кадром. Причем во всех социальных сетях. Ну, в общем, беру, потому что надо. Все, не обсуждается. Хочет. Зеркальце. Я там купила. Оно двухстороннее. и у него очень стильный дизайн, он мне очень нравится и я его, конечно же, всем рекомендую потому что оно вращается, то есть вот оно видите, оно такое в общем, оно классное мне понравилось, не смогла пройти вот этих белых горошков вокруг на черном поле, сори что еще интересного когда вообще не брала там канцелярию ну, взяла вот такую замечательную тетрадочку чтобы записывать мысли к ней ручки смотрела на маркеры, но что-то как-то не решилось может быть, было просто то, что мне не нравится ну и поехали дальше по покупочкам вот, все знают, что это такое кто не знает, говорю это летние переводные татуировки на руки их можно использовать в макияже, в креативном тоже заключается все в том, что вы просто не знаю орошаете свою руку из пульверизатора водичкой или просто мочите под краном как мы это делали раньше и просто приклеивайте ну, как бы делать нужно все предельно аккуратно потом просто все высыхает и самое главное, что за 53 рубля их здесь не одна то есть, их здесь две поверхности не знаю, посмотрим, как они вообще будут держаться и вообще поклеятся ли они потому что, ну, всякое же бывает фикс прайс, как-никак но в мейке то, что это вообще в креативном классно используется это 100% мы поехали дальше по покупкам я взяла там что заслуживает внимания вот эти 300 бумажных салфеток за 53 рубля мы покупаем салфетки наверное, вот такой вот ширины пачка по 16 рублей и здесь получается, что порядка наверное, уже вот только в одной слева, например, или справа уже ориентировочно пачечки 3 присутствуют а если так придирчиво то где-то около 6 пачек по 16 рублей вмещается в эту суперэкономную штуку это вот как бы чтобы использовать салфетки без оглядки без оглядки и без каких бы то ни было задних мыслей в общем, очень много беру уже который раз салфетки, как салфетки просто очень дешево действительно, очень экономно кстати, прошу прощения я приболела как я лечусь от гриппа от признаков гриппа я думаю, вам будет интересно знать посмотрите, какая прелесть вам будет, конечно же, казаться что они большие посмотрите посмотрите, какая прелесть девочка, ну боже мой ну наконец-то в фиксе появилось что-то из серии боже мой как здорово потому что я видела нечто подобное у девочек но именно на видео так же, как палетка слик которая в реальности представляет собой некую емкость знаете, по размеру с две пачки сигарет то вот как бы это тоже кажется большой на самом деле она маленькая то есть я когда смотрела и когда меня зазомбировали на покупку восторженные отзывы других девчонок я подумала, что ну она такая классная она такая большая сейчас мы разберемся насколько она большая почему я взяла три штучки давайте вот поставим в нее вот такую штуку например все, вы видите да, сколько их сюда войдет ну штучек не знаю там 6-8 в лучшем случае может быть даже меньше вот стопок ну видите то есть тут практически уже раз и все и место кончилось ну то есть она на самом деле очень небольшая вот эта штучка и что я еще купила вот такие вот не знаю штуки для туалета очищающие таблетки для сливного бачка с запахом лаванды ну у меня сейчас нос все равно заложен кстати как я быстро встала на ноги я встала на ноги я за 2 дня то есть вы слышите что я болею но я уже могу снимать видео и я могу говорить и в общем если вам интересно как я лечусь эфирными маслами потому что насморк у меня был дикий температура у меня была все было печально но я раз-раз-раз в общем в течение около 2,5 дней я встала на ноги и отдельная история про пустые конфеты из фикс прайса кто постоянно берет кокосовый остров знает что это такое вот эту вот штуку я вам хочу показать детально близко с близкого расстояния чтобы вы поняли что она запечатанная то есть фабричная запечатка вот видите она не вскрытая но она пустая мне кажется что в условиях кризиса таких пустых конфет будет попадаться все больше и больше в наших с вами любимых кокосовых островах но тем не менее я все равно их беру как бы вариант попить чай где-то в непринужденной обстановке ну нормально к тому же что там их там в пачке штук 8 вот серьезно вот таких вот маленьких шоколадок ну вроде как с кокосами вроде как вкусно так что девочки и мальчики и еще такой момент для ангарчан для ангарчан это то что я купила вот там вот недалеко от фикс прайса это вот такую тушь это отдел с косметикой вот в посудоцентре напротив экскалатора называется тушь ну и вот здесь вот написано что она вообще может насчет запахов я сейчас очень плохой советчик у меня кстати когда мы писали с Танюшей парфюмерное видео я вскрываю перед вами то есть у вас на глазах сейчас я вам буду показывать вообще изобретена она была вот в пятнадцатом году в одиннадцатом месяце ну сказали что там давайте быстрее пользуйтесь бегом так посмотрите какая прелесть мне понравился дизайн вот честно говорю то есть я не могу сказать что и вот так вот она достается эта тушь сейчас мы посмотрим ну и конечно потом я ее протестирую вот такая кисточка вот она кисточка тушь вот мне кажется она суховатая кстати на такой случай лайфхак вы можете разбавить тушь несколькими капельками для глаз одну-две капельки для глаз туда и все вперед продавщица с ненакрашенными ресницами убеждала меня что она пользуется ей лично ну а что касается некоторых косметических марок из серии не надо делать порчу и приворот а подари косметоз такой-то об этом в моих будущих видео то есть не надо ни порчи ни приворота подари косметоз с алюминием пусть человек пользуется блеском с алюминием и пусть в этом не знаю ваша соперница кушает алюминий каждый день называется не это для